а кто хочет поговорить с этим человеком мне зовут александр романович и сотрудник банка им приятно не сможете с ним поговорить потому что человек не хочет с вами разговаривал разговаривать и делегировал эту возможность нам а вы кем ему доводитесь не кем мы не доводимся скорее он нам приходится нашим клиентам обратился за юридической защитой связи с трудным финансовым положением а что за организацию представляете наша организация называется общество с ограниченной ответственностью алиам две буквы л внутри слова как еще раз организация алиам первое а посередине две буквы л слышите еще не раз 2010 года как то так да конечно есть да 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 наберите 3w и вот как вот вам продиктовал дальше добавьте английскими словами буквами простите и все да и канал на ютюбе и группы вконтакте все что хотите очень публичная организация не беспокойтесь насчет много днева к одноднева к по сути вопросы есть какие-нибудь или вы выяснять будете кто мы что по сути когда алексей юрьевич платить будет алексей и юрий скорее всего все свои финансовые проблемы будет решать в судебном формате так суд же от оплаты он не освободит ну конечно же не освободит от грабительских платежей освободит это самое главное а от оплаты нет грабительские платежи в нашем понимании грабительские платежи те которые на которые претендует банк траст в том числе у него не только в банке траст обязательства еще во многих других банках и микрофинансовых организаций действие алексея юрьевича грабительские не расцениваете так что что может это действие алексея юрьевича грабительские он берет чужое не возвращает так это представляете это четкий конкретный аргумент оказаться нам с вами в суде если вы так считаете мы считаем так мы свой шаг делаем но если вы считаете что мы не правы ну это уже работа нашей организации в первую очередь в досудебном формате пишем письма с изыскателем кредитором это очень важно очень много но вам в связи с вашей должностью навряд ли удастся почитать общую информацию там целый ряд там понимаете там я компетентен это досудебный регламент да он зарядка порядка полугода длится и в этой связи там серия писем идет все зависит от каждой конкретной ситуации нашего клиента у нас не один на последнее письмо который был она не последняя на крайне она крайне мы последних писем не пишем крайне да я не готов сейчас ответить потому что сегодня выходной карты клиента у меня нет да я компетентен но не обязан начитываться в сути я даже не знаю давайте так я вам сейчас я открою карточку клиента и все сообщу вам подробно но только в том случае если вы мне сообщите номер доверенности банка которая дает вам возможность разговаривать от имени борту не по доверенности работа у нас было хотя бы начальное образование юридическое вы понимали что договор договором но если есть договор организация должна выделить ряд сотрудников которым делегировать право общения клиента потому что человек если подписывает договор какому нормативную право я сейчас не готов вам ответить я не знаю наизусть гражданский кодекс да да я не знаю ни один юрист его не знает наизусть конечно да 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 зачем вам знать ваш хлеб действительно не нужно знать гражданский кодекс весь нужно знать давайте не будем о толщине кусков хлеба разговаривать о нашем и о вашем да и вообще способы получения да я одним могу вас убедить что этот регламент существует это незаконный регламент это законе да я не буду вот понимаете вам распинаться молодой человек чего я случайно стал офис да давайте начнем с того что я буду конструктивно поражать вашим языком общаться с вами только после того как вы выполните одну мою пустяковую просьбу я подозреваю что у вас нет возможности выполнить то что никакой доверенности не существует у вас есть у меня есть да но я не обязан вам конечно при необходимости это точно будет как только вы и с тем что вы первые мне позвонили до выполните мои требования я вообще не вам позвонил а я законный представитель этого человека это он сбросил воспользовался услугой переадресации он сделал свой выбор он этим подтвердил возможность общаться мне с вами вот и при адресации идет на на ваш личный мобильный да как есть ли мы разбивка на телефоны в том числе и на мобильный ну на одной сим карте привязан один номер телефона что я одно понимаю вы сотрудник колл-центра у вас ожидается что переадресация вызова оплачивается как звонок по направлению то есть он да 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 но человек нам платит деньги это его выбор это его выбор конечно это его выбор он знает а сколько представления вашей компании что молодой человек зайдите на сайт алиам совсем познакомьтесь зачем ну есть но нужно что-то постарайтесь когда разговор закончится постарайтесь все найдете если начнете искать и узнаете сколько что стоит я сейчас вам консультации бесплатно оказывать не намерен давайте по сути разговора давайте вопросы если я вижу возможность ответить на эти вопросы формате того что вы не предоставили мне даже каких-то подробно намеков на то что вы имеете право общаться с моим клиентом но все таки я отвечу вам на эти вопросы может быть если они не безобидны когда будете более уверены в себе мы